Добрый день, уважаемые слушатели! Сегодня мы с вами разберем тему введения в дисконтирование. О чем начнем с вами разговор? Начнем разговор с простейшей идеей, такой как стоимость денег во время. Мы знаем с вами, что деньги, которые мы имеем сейчас, стоят намного больше, иногда значительно больше, чем деньги, которые мы получим в будущем. Но возникает вопрос, из-за чего? Это непреложная истина, которую тестируют у нас с вами ИССЕЙ. Вы должны будете описать в ваших сценариях. Причин может быть достаточно много. Основные 4 из них это первое. Возможность заработка. Что это значит? Что если вы, к примеру, имеете 1000 рублей, вы можете положить их в депозит, к примеру, под 10% и через год у вас на счете будет вместо 1000 рублей 1100 рублей. Конечно, за эту дополнительную возможность то, что вы можете за эти деньги заработать, вы будете требовать от вашего контрагента, который деньги от вас просит, дополнительную доходность, связанную с ними. Дальше мы будем называть ее ставкой дисконтированной. Что еще здесь может быть? Может быть инфляция. Сегодня вы, к примеру, за 1000 рублей можете купить 20 литров бензина. Возможно, через год вы сможете купить 10 литров бензина. Естественно, изменилась покупательская способность денег. Естественно, вы хотите дополнительную компенсацию за это получить. Возможен вариант с кредитным риском. Не все эти люди, которые берут от вас деньги, всегда их возвращают. Поэтому действительно вы можете изложить дополнительные доходы, связанные с тем, что в случае, если вам не вернут, по закону больших чисел, если много у вас кредитов, то вы отобьете свои деньги обратно, потому что один заплатит чуть-чуть побольше, другой не вернет в сумме то, что вы хотели. Ну, еще есть один такой аргумент, как предпочтение ликвидности. Мы понимаем, что деньги в себе несут определенную потребительскую стоимость, и вы зарабатываете эти деньги по двум основным причинам. Точнее, по одной. Вы хотите эти деньги в итоге на какую-то потребительскую стоимость обменять. Если вы их хотите обменять прямо сейчас, то, собственно говоря, это один расклад. Если вы хотите сейчас все ваши потребительские предпочтения, все ваши пожелания удовлетворены, вы можете их отложить на будущее. Но, тем не менее, если вас заставят, к примеру, вместо желаемого отдыха в этом году провести тот же самый отпуск через год, естественно, вот это предпочтение ликвидности, когда вы можете любую вашу потребность удовлетворить прямо сейчас, за отказ от нее вы потребуете дополнительную доходность. Естественно, если у вас выпадет в сценарий какой-то такой вопрос, вы можете на любом из четырех причин основываться и привести пример, зачем, к примеру, или почему, к примеру, тысяча долларов сейчас для вас будет стоить намного дороже, чем тысяча долларов в будущем. Двигаемся дальше. Теперь о доходности, о которой мы с вами говорили. Вы за то, что отложили свое потребление до какого-то момента в будущем, требуете за это определенную компенсацию. В зависимости от формата задач, которые вы можете встречать в СССР, эта компенсация может обзываться как требуемая доходность для инвестора, альтернативная доходность, определенный коэффициент, учитывающий риски проекта, и все это охватывается общим понятием ставки и дисконтирования. Давайте посмотрим теперь прикладные аспекты временной стоимости денег. Первое, это так называемая будущая стоимость. Это задача плана. У меня есть энное количество денег, я положу их в депозит, и сколько будет у меня денег на депозите через, к примеру, два года. Чтобы ответить на этот вопрос, нам необходимо с вами знать формулу. FV, это наша будущая стоимость, равно FV, текущая стоимость, умноженная на единицу, плюс A, а это ставка доходности, и вся эта история в скобочках в степени N. N это количество лет, в чине которого вы этот депозит будете размещать. Соответственно, давайте посмотрим, как это будет выглядеть. Задачки, которые может вам встретиться. например, инвестор положил депозит в размере 1000 долларов в банк с процентной ставкой 12 долларов. 12% ежегодно, начисляемое ежегодно. Если инвестор не будет снимать денежные средства со счета, какая сумма накупится на счете через 20 лет? Ну, ответ, исходя из нашей формулы, достаточно простой. Вы можете сделать следующую вещь. Вы можете посчитать 20 раз, сколько у вас будет так называемое накопление процентов на проценты. В первом году вы 1000 долларов вложили в начале года, умножаете на 12%, плюс остается само тело депозита. Получаете в конце первого года величину 1120, дальше снова это 1120 умножаете на 1 плюс 12% и так далее. Если вы сделаете то же самое упражнение 20 раз, то это будет эквивалентно тому, что вы запишите вот эту часть нашей формулы. Единица плюс 12 в 20 степени. 20 раз мы начисляем проценты на проценты. Естественно, здесь есть уже небольшая подсказка, сколько это будет. Это будет 9646, и для вас специально я сделал расчет накопленным итогом в виде барчата, для того, чтобы вы обратили внимание, что рост вашего депозита происходит нелинейно. Какие выводы из этого? Чем раньше вы положите какие-то денежные средства, тем быстрее, точнее не быстрее, тем больше доходность вы в конце ожидаемого периода получите. Смотрите, к примеру, в 12-м периоде мы на нашу тысячу получим 3896 долларов, в то время, когда буквально через 7 лет в 2020 величина уже на нашем счете будет 9646 долларов, то есть за 7 лет мы увеличим нашу стоимость больше, чем в 3 раза, то есть на приблизительно 7000 долларов, в то время, как с нулевого года по 2012 год мы увеличили стоимость на самом деле тоже практически в 3 раза, но если физической величине всего лишь на 2000 долларов. Двигаемся дальше. Следующий вопрос. Люкко имеет 8% конвертируемые облигации, которые подлежат погашению через 5 лет по номинальной стоимости 100 долларов. Альтернативно, каждая облигация может быть обменена через 5 лет на 70 обыкновенных акций с текущей рыночной стоимостью 1,25 каждый. Ключевое слово, естественно, текущей рыночной стоимости. Люкко ожидает, что акции будут расти на 4% каждый год в течение последующих 5 лет. Вот теперь вопрос, который вы очень часто будете встречать в последующих темах. А будет ли инвестор или захочет ли инвестор конвертировать банды вот в эти 70 акций? Ответ очень простой. Он зависит от того, а что больше будет для инвестора. Либо возврат номинала 100 долларов, либо рыночная стоимость 70 акций на ту будущую дату. Чтобы ответить на этот вопрос, мы снова должны рассчитать что-то похожее на фьючер валю. И расчет достаточно прост. Мы с вами знаем, что текущая стоимость пакета 70 акций составляет 70 акций умножить на 1.25 долларов равно 87.5 долларов. Мы знаем с вами, что у нас горизонт 5 лет. Мы знаем, что каждый год наши акции будут расти по 4% в год. Если это так, то мы можем рассчитать стоимость акций через 5 лет. Умножив 87.5 на единицу плюс 4% в пятой степени получим с вами что-то похожее на 106 долларов 46 центов. И вопрос, будете ли вы комментировать или нет? Ответ очевидно будете, что как инвестор вы можете получить 106 46 долларов вместо 100 долларов номинала ценной бумаги. Двигаемся дальше. А что если нам с вами надо узнать не сколько какая-то инвестиция будет стоить в будущем, а сколько будущей инвестиции будет стоить в настоящем? Таких вопросов масса, когда мы делаем с вами расчеты по инвестиционным проектам. Что представляет инвестиционный проект? Я напомню. Это денежный отток прямо сейчас с надеждой получить что-то когда-то в будущем. И денежные потоки, которые мы будем получать в будущем, естественно будут стоить не ровно столько, сколько мы инвестировали сейчас. Хотелось бы понимать, если мы их приведем к общему знаменателю инвестициям инвестициям. практически всегда в СССР в момент принятия решения, сколько они будут проведены, сколько будет проведена стоимость на момент принятия решения. Формула очень похожа на ту, которую мы с вами видели. Выглядит она следующим образом. Future Value, будущая величина денег, которую вы получите, умножается на единицу плюс А только в минус Н. Минус Н из математики вы помните, что это единица деленная на какое-то значение. То есть степень в степени минус Н будет означать, что единица деленная на единицу плюс А в степени Н. Соответственно, вот этот фактор, о котором мы только что говорили, представляет собой фактор дисконтирования. К большой радости фактор дисконтирования финансовом менеджменте вам считать не придется. Они будут вам даны вместе с таблицей формул. Там будут как факторы дисконтирования, так и факторы аннуитета. О них чуть попозже. Двигаемся дальше. Предположим, теперь у нас с вами есть задачка, у нас с вами есть проект любой. В этом проекте есть определенные денежные потоки, которые аллоцированы по периодам, они у вас в условиях задачи даны. И вам задают вопрос, какая будет чисто приведенная стоимость вот этого проекта, если ставка дисконтирования для нас будет с вами 11%. Обычно такие задачки решают в табличной форме, где у нас первая строчка это номинальные денежные потоки, разбитые по годам. В общем, вот эта вся история. Это просто наши условия, если вы обратили внимание. Дальше мы с вами открываем табличку факторов дисконтирования. Кусочек из этой таблички я вытащил вам в задачу, но еще раз убедитесь, что вы можете этими табличками самостоятельно пользоваться. Находим с вами значение фактора дисконтирования, которое нам нужно. Находим те года, за которые мы будем делать расчеты и, собственно говоря, переносим их в нашу таблицу. В нулевом году, то есть в момент принять решение, это не нулевой год, это на самом деле начало первого года, как вы потом узнаете и будете часто использовать, фактор дисконтирования всегда равен единице. Дальше переносим из таблицы все показатели, которые у нас есть. 0,901, 0,812, 0,731, 0,659, перемножаем одно на другое, 6,5, 2,16, 24, 2, 52, 34, 1, 53, 51, 1, 18, 62. Когда мы просуммируем весь этот ряд, все 1, 2, 3, 4, 5, 5 значений, мы получим с вами 0,907. Это ответ, за который вы на экзамене получите две марки. Следующая история. Это так называемый аннуитет. Что такое аннуитет? Это способ упростить наш расчет условно. в случае, если мы получаем одинаковые денежные потоки через одинаковые отрезки времени. Еще раз. Если мы получаем с вами одинаковые в размере денежные потоки через одинаковые отрезки времени, то мы получаем с вами аннуитет. У нас тоже есть в таблице формул факторы для аннуитета. Они там приведены. если вдруг их не будет вам хватать есть вот такая вот формула она дана вверху таблицы с аннуитетами и запоминать наизусть не надо тем не менее я не припоминаю когда нам с вами такая формула за последние три года пригождалась тем не менее аннуитет позволяет очень сильно упростить расчет потому что вместо там 3 4 5 расчетов вам нужно будет сделать только один единственный нюанс на который надо будет обратить внимание это на то как сформулирована задача встречаются два вида формулировок зависимости от того когда вы получаете первый платеж если первый платеж вы получаете в конце первого года то есть когда у вас стоит единичка сейчас момент принятия решения условно 1 января если вы 31 декабря получаете ваши 100 долларов то это так называемый обычный аннуитет бывает другой видов аннуитетов который называется аннуитет с выплатой в начале периода это ситуация когда у вас есть обычный аннуитет плюс еще прямо сейчас момент принять решение вам падает денежка то есть в нашем предыдущем примере эта ситуация когда уже 1 января вам тоже дали к примеру 100 долларов будьте внимательны как сформулирован вопрос потому что немножечко будут расчеты к не конечно же отличаться давайте посмотрим компания взяла пятилетний кредит суммой 100 долларов и процентной ставкой 6 процентов в год подлежащие оплате ежегодно требуемая доходность по аналогичным кредитам 4 процента в год какая проведенная стоимость процентных выплат то есть сейчас нам с вами предстоит с вами рассчитать сколько на самом деле мы с вами заплатим процентов с учетом во временной стоимости что мы отсюда знаем во первых кредит у нас с вами пятилетний во вторых купон у нас с вами 6 процентов от 100 долларов и третье у нас есть требуемая доходность по другому ставка дисконтирования с которой мы с вами будем иметь дело при расчете давайте объединим теперь это в картинку у нас с вами 4 4 процента требуемая доходность 5 лет по условию задачи в таблице факторов аннуитета на пересечении соответствующей строчки из толпца мы находим фактор аннуитета равный 4 452 ну и дальше заполняем нашу стандартную таблицу какой будет денежный поток денежный поток у нас будет 100 долларов умножить на 6 процентов здесь игнорируем пока налоги ничего нам про них не говорят просто 6 долларов каждый год тайминг период в течение которого мы с вами будем платить процент с 1 по 5 год фактор аннуитета 4 452 и вот он ответ 26 долларов 71 цент это проведенная стоимость процентов платежей которые мы должны по кредиту сделать обратите внимание на самом деле ту же самую задачу вы можете сделать с классическим путем дисконтирования вы можете умножить 6 долларов на фактор дисконтирования за первый год 962 прибавить к этому 6 долларов умноженные на фактор дисконтирования за второй год 925 и так далее так далее 5 раз да если вы обратите внимание что у каждого нашего слагаемого здесь есть шестерка в качестве одного из множителей мы можем вынести ее за скобки у нас останется собственно говоря в скобках сумма факторов дисконтирования собственно вы можете проверить за исключение небольших округлений она как раз и даст вам 4 452 и те же самые 26 71 таким длинным способом тоже получите просто и стратить на это гораздо больше времени двигаемся дальше а что если задачка у нас немножко усложнится компания выпустила 4 лет не облигации номинальной стоимостью 100 долларов каждый процент по облигациям 6 процентов год выплачивается ежегодно все понятно и облигации дают инвестору право на 5 купонов первый из которых выплачивается в момент выпуска облигации да ну немножечко странно звучит да но если бы вы к примеру заменили слово не момент выпуска момент приобретения облигации то есть облигация уже существовала находилась в обращении до конца срока ее жизни осталось там четыре года вы ее покупаете но там уже объявлен купон и он буквально через один день будет выплачивать то это как раз реальная жизненная ситуация в которых вот анонитет с вот такой вот выплаты прямо сейчас можете получить обращу внимание на что похож наш замечательный анонитет обратите внимание это те же самые пять платежей да но их можно на таймлайне разделить следующим образом первое это первый платеж в т нулевое который мы получаем прямо сейчас то есть это наш купон который наша облигация выплатит условно завтра второе 4 обычных платежа ровно таких же как мы видели в предыдущей задачи начиная с конца первого года через в одной и той же сумме через одинаковые промежутки времени вы получаете если сейчас разобраться что это такое это обычный анонитет но только на четыре года плюс плюс платеж в полном объем на самом деле задачка очень быстро упрощается теперь мы ее можем быстро посчитать снова считаем с вами купон период дисконтирования обратите внимание на год меньше да то есть у нас пять платежей но первый делается прямо сейчас то есть остается четыре фактор дисконтирования на пересечении соответствующих строк и колонок в таблице анонитетов и вот мы получаем 2178 пределную стоимость анонитетов за четыре года но мы с вами также знаем что у нас есть еще один платеж который мы получаем прямо сейчас прибавив наше значение к этому платежу получаем 2778 ну такой механизм такой расчет необходимо обязательно запомнить почему потому что таблица которая вам дана на экзамене она исходит из того что анонитет возникает в конце первого периода они они эти дью то есть непосредственно который первый платеж делаться прямо сейчас всегда практически в аналогичных задачах у вас будет похожий вот на такой подход двигаемся дальше что еще у нас может возникнуть а может быть такая ситуация когда у нас анонитет бессрочный то что на английском языке называется perpetuity тоже бывает два вида таких perpetuity бессрочных анонитетов так называемый обычный perpetuity ordinary perpetuity и perpetuity с выплатой в начале периода так называемый на английском perpetuity due соответственно что надо запомнить вот для классического perpetuity бессрочного анонитета действует формула которая выглядит следующим образом проведенная стоимость такого бессрочного анонитета равняется денежный поток деленный на требуемую доходность соответственно и все соответственно если мы говорим про бессрочный анонитет с выплатой в начале периода то естественно будут они отличаться только на один платеж который вот собственно в начале периода и делается поэтому можно сказать что это тот же самый ordinary perpetuity плюс один платеж будьте внимательны что от вас будет в конкретной задаче спрашивать экзаменатор к примеру вариант задачи номер один найти приведенную стоимость бессрочного анонитета в размере 100 долларов если ставка дисконтирования 5 процентов в год собственно на этом и все да объем вычислений небольшой и вот две марки на экзамене за то что вы поделите 100 долларов на 5 процентов и получите необходимый результат более интересный тип задач это когда мы с вами рассчитываем анонитет или перпетию эти которые отложены во времени что нам надо запомнить практически все расчеты приведенной стоимости они дают нам результат на начало года в котором возникает первый платеж что это значит ну к примеру получили вы 31 декабря 2020 года 100 долларов когда вы рассчитали present value то получили приведенную стоимость на 1 января 2020 года то есть на начало года в котором возникает первый платеж и так далее вот эту историю всегда надо держать в голове потому что в задачах необходимо учитывать тайминг получения денежных средств давайте посмотрим какова приведенная стоимость 4 выплат по 500 долларов первый из которых получено через 3 года при ставке дисконтирования 12 процентов если отложить ну данные поступления денежных средств на таймлайне мы получим в третьем году 500 долларов в четвертом году в пятом шестом то есть 4 платежа ровно как говорит нам экзаменатор по 500 долларов мы можем естественно их продисконтировать коль скоро это одинаковые платежи через одинаковые отрезки времени мы можем найти с вами в таблице аннуитетов аннуитет это будет аньюити фактор 3 0.37 можете меня проверить по 12 процентов на 4 года умножаем эту всю историю на 500 долларов и вот мы получаем с вами 1518 с половиной долларов приведенная стоимость аннуитета но ключевой вопрос а на какой период мы с вами вспоминаем правило что это будет начало периода в который возникает первый денежный поток смотрим первый денежный поток у нас с вами возникает в конце третьего года начало третьего года это собственно говоря ничто иное как конец второго года и вот 1518 с половиной долларов на самом деле дисконтированные величина но на начало второго года а не на т нулевое как нам бы хотелось ну вторая часть задачи надеюсь стала для вас очевидной теперь вы должны привести 1518 с половиной долларов к текущей цене к т нулевому обращаю внимание что это один платеж а не серия платежей поэтому мы должны теперь взять фактор дисконтирования в таблице факторов дисконтирования а не факторов аннуитета такой фактор у нас с вами будет 0,7 9,7 умножаем 0,7,9,7 на 1518,5 и получаем с вами 1210 долларов приведенная стоимость аннуитета который состоит из четырех платежей начиная с третьего года но приведенные на т нулевое еще раз 0,7,9,7 это фактор дисконтирования за два года под 12 процентов собачка как вы помните с английского от 12 процентов двигаемся дальше очень важную формулу которую вам предстоит выучить наизусть это так называемая формула внутренней нормы доходности вы с ней будете сталкиваться как при расчете эффективной доходности ценных бумаг так и при расчете инвестиционных проектов к сожалению она в таблице формула не дана и поэтому я поставил восклицательный знак ее надо выучить наизусть откуда берется эта формула и что за ней стоит представьте что вы посчитали инвестиционный проект под какую-то ставку дисконтирования и получили положительное значение NPV вы начинаете увеличивать эту ставку дисконтирования до тех пор пока NPV не станет нулем и вот ту ставку дисконтирования под которой NPV стал равен нулем мы с вами и будем называть внутренней нормой доходности по-другому внутренней нормы доходности это ставка дисконтирования при которой приведенная стоимость денежных потоков чистая приведенная стоимость денежных потоков равна нулю формула ее первое L это процентная ставка наименьшая которая будет браться в вашем расчете HIGH это процентная ставка наибольшая которая будет браться в расчет вы задаете вопрос а что это за наименьшая и наибольшая ставка зачем она нам нужна ну коль скоро мы с вами будем искать ИРЭП то естественно нам экзаменатор его не даст естественно у нас будут какие-то денежные потоки естественно мы должны с вами будем подобрать приведенную стоимость денежных потоков в такую чтобы при ней ставка NPV был равен нулю коль скоро мы точно эту ставку не знаем мы будем брать на бум абсолютно наугад две ставки будем дисконтировать по этим ставкам и получим два значения NPV и вот они первые два слагаемых у нас есть наименьшая ставка про которую мы будем производить дисконтирование и наибольшая ставка при которой мы будем производить дисконтирование наших денежных потоков естественно мы при этом получим NPV при наименьшей ставке вот это вот означает NPV low NPV при наименьшей ставке а не наименьшее NPV как очень часто слушатели путают и будем иметь с вами NPV при наибольшей ставке все это втыкаем в формулу получаем результат давайте посмотрим как это на практике будет работать вот у нас с вами снова есть какие-то денежные потоки от проекта вот нам с вами предлагают сейчас рассчитать ИРР и даже подсказывают какие ставки брать для нашего расчета исключительно такая подсказка дана для того чтобы вы попали хотя бы приблизительно к вариантам ответов которые дает сам экзаменатор что любую ставку на самом деле вы можете брать если вам такие подсказки не даются особенно в качественных задачах берете из головы 10-20 процентов считаете полные марки получаете вне зависимости от того что у соседнего слушателя который то же самое решал там на 1 или на 2 процента получилось больше или меньше только понимая технику расчета без привязки к каким-то конкретным точным ставкам вы будете получать полные марки хотя на самом деле да если углубляться в этот вопрос и вы сдадите а как более почитать более точно первый ответ конечно более точно вы почитаете в Excel второй ответа Excel у вас не будет вы должны подбирать в идеале ставки таким образом чтобы знак MPV менялся если у вас положительной ставку надо увеличить чтобы он MPV стало отрицательным если MPV отрицательным ставку надо уменьшить чтобы MPV стало положительным но еще раз повторю это такая подсказка или правила которое не маркируется То есть, если вы отступите от этого правила, возьмете на бум, всегда будете брать 5,10%, всегда вы будете получать полные марки. Но здесь 5,10% не получится, потому что экзаменатор сам говорит нам, берите 5,12%. Давайте рассчитаем, что у нас получится. Итак, переписываем денежные потоки из условия задач 5,5, 1,4, 1,1, 2,1, 1,8. Из таблицы факторов дисконтирования переписываем факторы дисконтирования 0952, 0907, 0864, 0823. То же самое упражнение для 12%. Теперь перемножаем денежные потоки на факторы дисконтирования и получаем последовательно 2NP. Первый NPV у меня получился 0,13. Второй NPV у меня получился 0,73. Со знаком минус. Считаем отсюда RR. Берем ставку наименьшую. Наименьшую минус, наибольшую минус, наименьшую, плюс. И дальше делим. 0,13. Это NPV при наименьшей ставке. 0,13. Это NPV при наименьшей ставке. Минус NPV при наибольшей ставке. 0,73. Обращаю внимание, минус на минус дадут нам плюс. 0,73 получим. И в результате около 6% у нас получается ответ. Давайте посмотрим на дополнительные задачки, которые могут в том или ином формате встретиться, но исходить из того, что это задачи повышенной сложности, то есть их в тестах не будет. Какой-то вариант приземленный, возможно, и будет в качестве обсуждения или теоретической задачи. Но считаем, что вряд ли. Тем не менее, давайте посмотрим. Первое. Если 10 тысяч долларов вкладывается в фонд, который предлагает норму прибыли 19% в год, сколько лет потребуется для инвестиций, чтобы достичь 20 тысяч? 19% в год, 20 тысяч. Ну, мы с вами помним, что future value равно present value умножить на единицу плюс доходность в степени n. Если мы с вами возьмем сейчас и разделим, да, решим обратную задачу и разделим с вами present value 10 тысяч на future value 20 тысяч, то мы получим с вами обратный коэффициент, да, который мы называем коэффициент дисконтирования. То есть, если у нас с вами в одном случае, когда мы говорили 1 плюс a в степени n, это вот коэффициент приведения к будущей стоимости, то если мы это значение поделим, единицу поделим на это значение, то мы как раз получим обратный коэффициент, который в нашем случае просто коэффициент дисконтирования. Дальше что вы сделаете? Вы возьмете таблицу, таблицу факторов дисконтирования и попытаетесь найти в колонке, которая показывает 19% фактор дисконтирования наиболее близкий к 0,5, который мы с вами получили. И такой фактор у вас будет приблизительно равен 4 годам. Проверьте меня, у меня получилось 4 года и 19% годовых, фактор дисконтирования равный 0.499. Собственно говоря, нашли приблизительное количество лет, которые у нас деньги должны отлежаться на счете. Двигаемся дальше. Следующая задачка. Если 50 тысяч долларов вкладываются сегодня на счет, который начисляются проценты поставки, 12%, какой размер аннуитетных изъятий, которые могут быть удержаны со счета в конце каждого года, последующие 10 лет, если инвестор планирует обнулить счет в конце этого периода. То есть вы вложили 50 тысяч на счет и планируете равными частями, равными кусочками эти денежки в течение 10 лет выбирать. Таким образом, чтобы в конце 10 года у вас был 0 на вашем счете. Вот сколько максимум каждый год вы должны выбирать. Если вы получаете на остаток, который у вас остается на счете, 12% годовых. Тоже на самом деле вы обратили внимание, что задачка про аннуитет. Что вы можете сказать? Вы можете точно сказать, какой фактор аннуитета будет у вас за 10 лет под 12%. В таблице мы находим величину 5,650. Это фактор аннуитета 10 лет под 12%. И теперь, зная этот фактор, мы можем с вами сказать, что вы смело можете снимать каждый год из 10 лет по 8,850 долларов. Двигаемся дальше. Следующая задачка. При 10% норме прибыли, какая сумма должна быть внесена на инвестиционный счет в конце каждого из следующих 15 лет, для того, чтобы через 15 лет у вас лежало на счете 100 тысяч долларов, необходимых для оплаты ребенка. Эта задача на самом деле это объединение идеи Present Value и Future Value. Такой сложности задач точно не будет у вас на экзамене, но в реальной жизни может случиться. И надо просто объединить две, на самом деле, очень простых идеи, которые мы в нашей лекции с вами обсуждали. Первое, что смотрите, мы с вами можем сказать, сколько бы нам надо было с вами положить на счет сейчас, чтобы через 15 лет у нас было на счете 100 тысяч. Это не совсем тот вопрос, который просит от нас экзаменатор, но он очень нас сильно приближает к правильному ответу на этот вопрос. Итак, что мы делаем? Мы просто считаем Present Value, проведенную стоимость. Берем с вами 100 тысяч, умножаем на дисконтинг фактор под 10% на 15 лет. В нашем случае это из таблицы факторов дисконтирования 0,239 и получаем с вами 23,900. Дальше что остается нам? Мы с вами знаем, что на эти 23,900 мы гипотетически можем получать проценты, вставки 10%. И мы знаем с вами, что мы должны 23,900 внести не сразу же, а несколькими равными частями. Если мы говорим несколькими и равными, видим это намек на аннуитет. Итак, а сколько мы должны заплатить аннуитетных платежей? А самое главное, поскольку, потому что сколько мы знаем, да, аннуитетных факторов мы ищем с вами на 15 лет под 10% и он у нас составит 7,606. Таким образом, мы с вами получим, что ежегодно мы с вами должны 3142 доллара класть на счет с тем, чтобы через 15 лет у нас на счете было 100 тысяч долларов, необходимых на обучение ребенка. На этом все. Спасибо вам за внимание. Подписывайтесь на канал. Слушайте новые лекции. Всего доброго.